Чиновники мэрии требуют немедленного выселения иногородних студентов в Одесскую академию из общежитий. Большей части юношей и девушек предлагают разъехаться по домам, а именно в регионы, которые находятся в так называемой красной зоне. В Национальном университете Одесская юридическая академия возмущены такой позицией власти. Подчеркивая, ВУЗ и его структурные подразделения подготовились к борьбе с пандемией еще в марте. Отправлять иногородних студентов домой в нынешнее время – небезопасная и преступная позиция. О том, почему общежития юракадемии сегодня, по сути, выполняют функцию островка безопасности в это нестабильное время, полной бездеятельности городских властей – подробнее о материале наших корреспондентов. Общежитие Национального университета Одесская юридическая академия – это второй дом для каждого иногороднего студента. Таких в ВУЗе более 90%. Молодые люди приехали учиться в юракадемию со всех уголков страны – из Киева, Ужгорода, Львова, Херсона и других городов. Университет позаботился о том, чтобы у студентов были все необходимые условия для того, чтобы они не только получали качественное образование европейского уровня, но и отдыхали после учебного процесса. ВУЗ располагает девятью комфортабельными общежитиями. Их часто называют студенческие гостиницы. Вот только кому-то пришла идея на период новой волны эпидемии в нашей стране – закрыть общежитие ВУЗа и отправить студентов по домам. Родные места многих из них – красные зоны на эпидемиологической карте нашей страны. Студенты на сегодняшний день обурены. Обурены тем, что происходит в нашем городе. Обурены тем, что городская влада в обличии и мера города и других политических деятелей пытаются разными шляхами нас провокировать и, так сказать, выселить из нашего города, выселить из наших прекрасных условий, где мы проживаем в студентских гуртожитках, так, Национального университета Одесской юридической академии. Постановление Кабмина, которое касается учебного процесса в учреждениях высшего образования, носит рекомендательный характер. В Одесской юридической академии с пониманием отнеслись к ситуации, в отличие от местной власти. Абсолютное большинство студентов негативно относятся к ведению карантина и, тем более, возможности выселения из общежития. И это объективные причины. Они связаны с тем, что часть студентов, которые проживают в общежитии, ну и, естественно, все иногородние, но часть студентов, основное их место жительства – это в тех городах или в тех областях, которые отнесены в красную зону. И было бы глупо выселять их с общежития и отправлять домой. Студенты подтверждают эти слова. Никто не хочет ехать домой. Пока есть возможность учиться в университете, то упускать этот шанс мы не будем, говорят будущие юристы, политологи, социологи, психологи, айти-специалисты, филологи и журналисты. В университете соблюдаются все карантинные требования. Студенты, преподаватели и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками. На входе во все учебные корпуса и общежития в обязательном порядке присутствуют антисептики. В аудиториях регулярно работают кварцевые лампы в период между лекциями и семинарами, а также соблюдается социальная дистанция. Возвращаться в красную зону и подвергать свою жизнь и здоровье своих родных опасностей абсолютно никто не горит желанием. Особисто у меня дома червона зона. Знову ж таки, доїхати додому дуже проблемно. Треба робити пересадки і об'їжджати іншими містами, щоб тратити додому. Знову ж таки, потім з дому дуже тяжко виїхати. Тому, якщо вже вночання почалося, поки ще є можливість, я хотів би максимально довго навчатися в Одесі і знаходитись тут. Звісно, якщо я можу тут захворіти, то я не привезу його додому, чи навіть піду додому і привезу його сюди і захворію. Також можу по дорозі захворіти. Я вважаю, що все-таки потрібно залишитися в Гуртожитку, тому що я з Львівської області до Львівської області, знаходиться до Тернопільської області приблизно 60-70 кілометрів. А Тернопільська область знаходиться вже в червоній зоні, тому додому мені небезпечно виїхати, так само переносити інфекцію якусь. В соцсетях недавно появились фейкові новости по поводу того, що в Одесської юридичній академії якоби произошла вспішка коронавірусу. Руководство і адміністрація вуза опровергли недостовірну інформацію. Оппоненти президента юрокадемії, лідера Української морської партиї Сергія Кивалова скатились до того, що пытаются втянуть студентов в грязну политическую ігру. Звісно, ми дивимося в соцсеті, ми дивимо, що перед виборами нагнятається ситуація, що, ну ми знаємо ситуацію, що руководство міста в лице мера Геннадія Леонідувича Труханова, йому неспокійно, тому що Сергій Васильович Кивалов має рейтинг. Геннадій Леонідувич, краще б побеспокоївся порядком в місті, краще б побеспокоївся жилим фондом, щоб дому не падали. Лучше б побеспокоївся освіщенням при домових територіях, де ночі невозможно зайти темень. І в такій агонії міська власть намагається, несмотря на те, що багато з цих студентів і нікуди повністюватися, багато сироти, у кого-то родителі за границей. Многі, які знаходяться і проживають в общежиттях сьогодні, вони проживають в красних зонах, де навіть не останавливаються банально поїзда. А отстаиваєш свої меркантильні і політичні інтереси, городська власть хочеться повесити замок і всіх цих студентів вигнати на вулицю. Але цих студентів немає можливості проживати в інших містах, вони не зарабатують столько денег, скільки зарабатують наші чиновники сьогодні, щоб снимати гостиниці і жити в гостиницах. Более того, студенты, чья персональна інформація була використована в даній політичній провокції, вже написали по данному факту заявлення в національну поліцію України. Декан факультета прокуратуры і следствия розказує, що в данному списку було два студента з возглавляємого їм факультета, і один із них действительно перенес коронавірусну інфекцію. Вот только було це лето, а вторая студентка і вовсе сейчас знаходиться за пределами України. Указан студент первого курса, который действительно переболел COVID-19, но он переболел им еще до начала учебного процеса. Это студент-первокурсник, который заболел им то ли в конце лета, то ли в начало сентября, успешно прошел курс лечения, предоставив в деканат перед началом учебного процеса справку о том, что он сделал ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Температурный скрининг, бесконтактными термометрами, использование антисептиков, масочный режим. Этим правилом придерживаются студенты Национального университета Одесской юридической академии и вне учебных корпусов. В студенческих общежитиях персонал тщательно следит за тем, как эти правила выполняют. В учебном корпусе на входе и здесь на вахте у каждого студента измеряется температура. Вы видите здесь антисептики, постоянно и ручки дверные, каждые три часа влажная уборка дезинфицирующими средствами. То есть все, что необходимо, все и студенты сами понимают, это реальность нашего дня. Души Протягом этого периода учения студенты получают всех потребов, проводятся все санитарные обработки гуртожитков и наврачных корпусов. В нашем учебном оказате построены все необходимые условия и построены朝нять борьбу с коронавирусом. Но за весь период учения немало желанияgo студента не было выявлено, что он guarил на коронавирус. Ну, во-первых, сейчас в связи с пандемией у нас полностью масочный режим. Мы обязательно меряем температуру. Лишнее хождение мы не разрешаем, чтобы они лишний раз ходили. Проверяем также на этажах, чтобы не ходили по этажам особенно. Так просто пройти они, вот, вход и выход в масках. В случае выявления студентов, у которых будет подтвержден тест на COVID-19, в каждом общежитии есть комната с самоизоляцией до момента прибытия кареты скорой помощи. Далее медики действуют согласно положению, утвержденному Министерством здравоохранения Украины. Обычная комната, две кроватки, всегда в санитарном полном режиме, она всегда чистая, убрана. Там есть туалет, душ, умывальник, жидкое мыло, таблетки, дезинфекторы. Полностью все, что нужно для того, что в случае чего, если он понадобится, там можно находиться. Напомним, в то время, когда городская власть демонстрировала полнейшую неготовность к борьбе с недугом и обеспечению безопасности одесситов, еще в начале пандемии по инициативе президента Национального университета Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова был создан Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавируса и защиты от пандемии COVID-19. Аудитории Одесского мединститута Международного гуманитарного университета в считанные недели были переоборудованы в палаты интенсивной терапии. Закуплено 15 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции и антител к заболеванию. Все студенты и преподаватели проходят бесплатное тестирование. В случае необходимости может быть развернут полевой госпиталь на базе спорткомплекса Одесской юридической академии, куда подведены все необходимые коммуникации.